Отголоски энергетического кризиса, ударившего по всей Европе, добрались и до Азии. В частности, из-за сложившейся ситуации с нехваткой природного газа и резкого роста цен на сырье, серьезно запаниковали японцы. Журналисты издания Асахи проанализировали сложившуюся ситуацию и поняли, что если ситуация в ближайшее время начнет стабилизироваться, кризис дойдет и до японского энергетического рынка. В частности, Токио также придется столкнуться с нехваткой углеводородов. Однако власти Японии уже начали подготовку мер по ликвидации возможных последствий. Например, рассматривается вариант дополнительной закупки газа по существующим на сегодняшний день ценам. Правда, тогда японцы рискуют столкнуться с масштабным подорожанием цен на электричество, что, в свою очередь, сильно снизит рентабельность содержания производственных цехов и домохозяйств. А ведь именно японская промышленность на сегодняшний день является одной из самых передовых в мировой экономике. Очевидно, что в этой ситуации Японии предстоит пережить весьма серьезный экономический удар. Однако на этом фоне возникает и другой вопрос. Где Токио собирается покупать газ, пусть и по завышенным ценам? Европа сама испытывает нехватку энергоносителей. США также находятся в ситуации, в которой из-за желания заработать на экспорте можно оставить страну с дефицитом сырья. Маловероятно, что американцы начнут продавать газ на фоне конфликта продавцов с внутренним рынком. Ожидаемо остается только Россия. Однако смогут ли японцы отказаться от своих принципов и политических амбиций? В итоге уже прибегал к сокращению поставок российского газа по политическим мотивам, пытаясь выторговать вместе с сырьем Курилы. Учитывая растущие антироссийские настроения в Японии, на преференции рассчитывать точно не придется. Тем не менее, если Япония захочет минимизировать экономический удар от трехкратного повышения стоимости СПГ, ей явно придется присоединиться к Европе в походе на поклон за российским газом.